МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это люди, в общем, известные. Это Артур Морозжоков и Юрий Нарылков. Здравствуйте. Здравствуйте. Работники довольно ответственные, довольно славные организации. Называется «Филармония». Но мы собрались по довольно безответственному поводу, вообще-то говоря. Эти два субъекта являются организаторами, в общем, основой новоиспеченной команды, ну, скажем так, проекта под названием «Айран Мойдан». Мо-ой-дан. Мо-ой-дан, не Май-дан, да, через два. Ни в коем случае. Да. Что это такое, вы сейчас услышите. У нас в эфире будут звучать песни. Предупреждаю сразу, это репетиционные записи. Они сделаны во время репетиции на мобильный телефон, потому что эти люди не гонятся за качеством, а совершенно даже где-то и наоборот. Вот первая песня будет называться «Наплевать, наплевать». И в таком качестве, скажем, Артура Морлужока, вы, наверное, я думаю, еще не слышали. Давайте послушаем. Давайте. «Наплевать», «Наплевать», «Надоело воевать». «Ничего не знаю», «Моя хата скрою». «Моя хата моля», «Мечк amberи», «Наплевать», «Наплевать», «Наплевать». Вот так вот. Ну, первый вопрос. Что это вообще такое? Вот зачем? Вам что, больше делать нечего? Нечем больше заняться, да? Потому что можно себе позволить. Да, дело в том, что мы, пребывая в таком академическом состоянии, ну и вы сейчас тоже, с недавнего времени, тоже не надо. Никакого академизма. Просто, да, нужно было немножко, у душа требует хулиганства, вот, какого-то. И, ну, решили, на самом деле это была шутка изначально, но... Это было квартирное музицирование. Совершенно так, да, именно так. Это был квартирник, это был малый состав, дуэт. После таких... То есть это вы вдвоем сначала были? Камерных вечеринок, можно сказать. Без подробностей. Да, и, значит, мы пробовали. И так, и сяк. И так, и сяк. И так, и сяк. Сразу получалось. Сразу получалось, да. Мы брали, в общем, и вечер заканчивался как раз тем, что мы брали... Юра брал гитару, я начинал петь. И примерно в таком ключе, как в каком нам хотелось бы, чтобы это было весело для нас самих. Вот, и, собственно, потом это так и накопилось, да, много вещей у нас. И это тянется уже лет, наверное, пять. Да, ну, до чего лет пять? Нет, года два. Года два? Да. Нет, больше. Три, три года. От двух до пяти. От двух до пяти. За такие песни. Да. Почему именно вот песни о гражданской войне? Вы, кстати, пишете, что это песни о гражданской войне. На самом деле, многие из этих песен были написаны гораздо позже. Позже посвящены гражданской войне, скажем так, из художественных произведений посвящены гражданской войне. Почему именно вот такой выбор? Ну, смотрите, у нас здесь, у региона, в общем-то, достаточно сложные и непростые отношения вот с теми временами, с гражданской войной. И у нас оказалось такое общее видение этих проблем гражданской войны. Мы как бы долго это обсуждали, даже просто общались на эту тему и поняли, что мы примерно одинаково смотрим на события той эпохи. Мы любим фильмы про эти времена, да, вот про гражданскую войну. Как раз, в частности, вот эти три фильма про Хакасию, мы это все смотрели, изучали, ну, специально смотрели эти фильмы. Не ставьте режиму Капкана, конец «Осерватор Тайги» и «Последний год Беркута». «Последний год Беркута», да. Да, эти фильмы мы смотрели, и это нам очень нравится. И вдохновляет нас. Вдохновляло, да. Ну, на самом деле, и песни, которые написаны и такими замечательными композиторами, как Александра Пахмутова, там, Матфей Блантер, Борис Макраусов, да. Да, Дашкевич, да, Дашкевич, на стихи Роберта Рождественского, на стихи, господи, Льва Ашанина, да, это все у нас в репертуаре есть. Вот оно, это все в репертуаре, ну, вот, собственно, ничего придуманного. Все уже давно написано. И я изучал ваши фильмы. Прекрасно написано, и очень жалко, что эти песни никто сейчас не исполняет, пожалуй, ну, вот в нашем, в сибирском регионе, кроме нас. Об имидже вашем, вот, про анархистов заговорили, вы выходите на сцену, у вас был всего, по-моему, один, не концерт, а выступление в составе сборного концерта с небольшой программой, там, из пяти песен. Вы выходите в облике вот таких разбитных ребят, анархистов, в тельняшках, там, в клишах. Да. Почему? Ну, потому что, Юра уже говорил, что как-то было бы некорректно выступать, например, одеться в красноармейцах или белогвардейцах. Ну, не то, чтобы некорректно, просто, ну, это было бы нечестно. Не ежедневно, например, в какой-то фракции. Да, в какой-то фракции. Айран Мойдан, что означает слово Мойдан? Специально мне говорили, что это никакой не Майдан. Ни в коем случае. Ни в коем случае, конечно, да. Каждый сингл, да, свой мы выпускали под каким-то названием, и нарочито искаженным, как какой-то группы. Я не знаю, там у нас были какие-то группы Бурчун, Бургутай, группа там Мина Сага, там что-то такое. Кто-то там не очень прилично. Кто-то там, да. Ну, это просто было. Ну, это шутки были включены. Ну, и, конечно, никакого отношения к Айрану Мейдану тоже это не имеет. Просто это была такая тоже ироничная. А потом как-то закрепилось, прикрепилось. Айран, понятно, это напиток, да, наш национальный кисломолочный. Сырье для... Для более крепких кисломолочных напитков. А Мейдан это такое пространство, скажем так, открытое пространство, как бы переводится с тюркского тоже как поле, да, вот. Поле, то есть кисломолочное поле, где пасутся коровки, которые приносят нам, собственно, тот сырье. Поле для сбораживания кисломолочных продуктов. В смысле, вот такое. Как получилось, что вы решили набрать полный состав? Что это за музыканты? Как вы с ними сработались? С того, можно это у нас Мандер расскажет? Что за процесс, да. Пожалуйста, говори. Да, на самом деле, музыканты, это наши давние друзья. Как-то они в разных группах выступают. Да, по-моему, сейчас у них там 50 коллективов. Ну и все, они работают все в филармонии, в оркестре у нас симфоническом, поэтому как-то с ними проще собраться как-то и на работе встретились и после работы порепетировали. И поэтому, ну и одни из самых лучших музыкантов в республике, собранных в этом коллективе. Формат такой, именно вот камерно такой, да, камерный панк или там, как это, я не знаю. Ну я бы назвал фолк-панк. Фолк-панк, да, скорее всего, да, это больше туда. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Ну мы сейчас в нем находимся, в центре этого урагана. Не можем пока разобраться с этим концертом, который у нас будет. Больше уже какого-то ажиотажа вокруг происходит, нежели с самого концерта. Ну, слава богу, успеваем репетировать. Планы на будущее? Есть. Ну, надо программу тогда, если уж действительно мы ее откатаем, надо ее, ну, показать правду широкой публике. Я думаю, уже бросать на этом не стоит. И можно, может быть, сделать действительно большой какой-то сольный концерт. Редактор субтитров А.Семкин